Всем привет! Я знаю, что такое минус 40, я знаю, что такое плюс 40 градусов температура, потому что выросла еще в Фергане, Узбекистане. Потом был у меня Ивано-Франковск, потом был Ленинградский мединститут, потом я влюбилась и оказалась на востоке Украины в городе Янакио, то есть на Донбассе. Там я познакомилась с Галиной Петровной Шелих и, конечно, в мою жизнь ворвался Коралловый клуб. В принципе, я пришла только на продукт Кораллового клуба, я не приходила в Коралловый клуб на бизнес, как-то слово бизнес для меня было очень-очень, знаете, фантастическое, планета Марс, где-то очень-очень далеко. Вот, конечно, меня интересовал продукт, мне интересовали результаты, я очень плохо слышала, у меня текли уши, я только поэтому, в принципе, сказала, такое решающее, что я буду этим заниматься. Вот, и дальше, а дальше покатилась, потому что столько фейерверк-результатов, понимаете, это как фантастика, вот вы уже прослушали, сколько результатов, да, ну вот, казалось бы, уже совсем какая-то тупиковая ситуация, бах, как чудо, и все получается, и это действительно получается. Конечно, у меня были сомнения, и, конечно, поэтому я очень много изучала, я изучала биохимию, я смотрела бесконечное количество Академии здоровья Ольги Алексеевны Бутаковой, конечно, я поехала в Москву на то, чтобы увидеть и обучиться на кафедре Боженкова гемосканировать, то есть фазово-контрастной микроскопии. И потом было большое количество исследований пациентов, клиентов, потребителей, дистрибьюторов, то есть у нас были презентации, у нас были встречи, это был такой красивый фейерверк событий, вот у меня жизнь, вот знаете, как в сказке, есть до Кораллового клуба и после Кораллового клуба, но вот до Кораллового клуба все грустненько, как-то бедненько, и как-то так вот вообще хмурненько, и никак не радует, потому что, ну, работа есть работа, работа в санстанции, и тем более я исполняла обязанности главного государственного санитарного врача города, ничего радостного там нет, что там может быть радостного? И тут параллельно фейерверк событий Кораллового клуба, наши семинары, наши дискотеки, наши вот бдения до утра, знаете, вот эти переговоры, и все это было просто фантастически, но в какой-то момент, знаете, какой-то перегруз, у меня развод, потом переезд, тут война, то есть в одно мгновение соединилось много-много негативных какой-то событий, знаете, как вот раз они все соединились, и я сломалась, я заболела, и в это время получилось, что на мою душу огромное количество медицинских ошибок, то есть это просто какой-то кошмар, почему одно тело столько сразу много всего, вот, и у меня появилось вот это системное заболевание, а на системное заболевание у медицины есть опять слово пульсы, то есть гормоны, химия, гормоны, химия, вы уже сегодня много услышали о гормонах, и мое четкое убеждение, гормоны никогда не лечат, химия тоже не лечит, они снимают, пытаются снять симптомы какие-то, но нет, это не лечение вообще, и с каждым пульсом, с каждым, еще хуже, 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 почему, потому что и гормоны, и химия несут за собой не просто в осы маленькую тележку, а просто огромный там, не знаю, контейнер вот этих побочных действий, то есть, конечно, я была лысая, я была без кожи, потому что у меня влили антибиотики, у меня сошло 50% кожи, и спасибо, что Шелик ездила там, вот мне это все ухаживало, спасибо вообще всей команде, спасибо всем параллельным структурам, которые помогали спонсорской вертикали, потому что если бы не корал, я бы вообще не выжила, и вот у меня появился какой-то такой рубикон, знаете, какое-то уже отчаяние после 11-й химии, я выставила все наши баночки на стол, я помню этот день, потому что мне жалко было, что если что-то случится, баночки выкинутся, а кому они, знаете, кто не знает, как это так, я их всех выставила, и я просто вот начала пить все подряд, неважно, крушина, не крушина, люцерна, жмениями, горстями, потому что я сказала, я не пойду на 12-ю химию, я просто погибну, и как ни странно, вот несколько, вот буквально это недели вот такие какие-то фантастические, ну это не по 20, не по 30, это вот прям жмением, и вот ешь, 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 и доктор мне говорит, что вы знаете, у вас так улучшилась кровь, что в принципе мы вас не будем даже госпитализировать, как вы думаете, мое состояние, представляете, радость какая, радость и счастье, все, и тогда вот это то, что вы видите апреля 18-го года, это фотография сделана 1 апреля, знаете, вот 1 апреля такой символический день, особенно для советского пространства, что можно типа пошутить, вот я вот сфотографировалась и думаю, в это время я еще не ходила, то есть практически ноги не двигались, я практически еще не видела, потому что после гормонов была слепота катаракта, я вообще плохо слышу, понимаете, вот это 130 килограмм веса, но мне так хотелось вернуться обратно в коралловый клуб, мне, во-первых, хотелось увидеть свою дочку, прям физически увидеть дочку, во-вторых, мне дико хотелось попасть на форум, мне, ну, я не знаю, вот понимаете, когда вы вкусите вот эту вот жизнь в коралловом клубе, вот это счастье, радость, вот эти перемещения все, то всегда хочется вернуться обратно, опять хочется вот это общение, вот это окружение, вернуться к этому, и у меня была мечта попасть на мастерские каникулы, вот это форум и мастерские каникулы, и я себе поставила задачу, что 1 апреля через год я должна появиться на офисе, как, не знаю, приползти, доползти, в каком-то состоянии, не знаю, как, но я разработала план, и я начала двигаться, понимаете, если даже вот вся команда сядет вокруг, даже все спонсоры сядут вокруг тебя, вот чтобы ты поднялся, и ничего не получится, потому что ты должен подняться сам, то есть ты должен сам начать куда-то двигаться, и вот это началось, я купила беговую дорожку, прицепила слово форум, и я начала двигаться, конечно, это была одна минута, две минуты, то есть я разрабатывала сначала ноги, я вообще вспоминаю это с каким-то ужасом и кошмаром, но самое главное, надо было, знаете, вот найти точку опоры ради чего, и мне пришла в голову мысль, что вы все знаете концепцию здоровья, это же великая вещь, вы знаете уже даже программу 90 дней, почему кровь меняется за 124 дня, да, а тут 90 дней уже можно, да, то есть уже есть видение, и я же видела огромное количество результатов людей, которые восстанавливаются, то есть я видела, вот вы сейчас видели, то есть все, вера есть, да, и я подумала, что если я восстановлюсь, я же могу показать еще кому-то системчикам, чтобы не проходить вот эти самые ужасные пульсы, это пульс терапии, это какой-то, знаете, как пытка, что ли, вот прям как испытатель, как стул какой-то, вот туда вливает себя, ты после этого просто овощ, тебе опять, ты восстановился, ты опять овощ, и вот это вот пульс, это бесконечность какая-то, и вот ей загорелась идея, что я покажу системчикам, как пройти вот без этих вот пульсов, и, конечно, у меня это удалось, потому что по чуть-чуть, по чуть-чуть ежедневные действия и достаточно сильная мотивация приводит вот к таким вот хорошим-хорошим подвижкам, и, конечно, 1 апреля следующего года я оказалась на офисе, и я уже была на форуме, потому что вне зависимости от того, что я еще до конца не похудела, или там я еще не очень хорошо, неуверенно ходила, я все равно начала проводить встречи, я все равно сейчас уже езжу по городам, я люблю заниматься тем, что я делаю, я получаю от этого большую энергию удовлетворения, и одновременно я восстанавливаюсь. Кстати, кстати, вот пришел вот эта штука, вот это фитонер, вот это вот уже есть у меня, и перед тем, как сделать вот это вот, употреблять, в смысле, как бы вот этот подарок мне пришел, я сдала кровь, и что самое интересное, у меня очень улучшились, еще улучшились показатели крови, поэтому постепенно идет процесс улучшения. И я хочу с вами поделиться самым главным, наверное, главным секретом жизни. Вот вы хотите узнать главный секрет жизни? Ну вот самый главный секрет жизни, который вот самый главный жизни. значит, у каждого человека, то есть вы хотите, чтобы у вас что-то сбылось, поэтому у вас должна быть мечта, мечта должна быть такая вот большая, огромная. Я вот смотрю, как вот, допустим, да, как я была развалена год назад, и вот это вот, это же вообще нереально, нереально, ну, а ну, вот все получается. Вот, например, вы знаете, Ник Войчич есть, кто знает, махните головой, да, то есть рук нет, ног нет, вообще ничего нет, да, у него есть мечта, у него есть удивительная мечта, выступать перед девятью миллиардами населения планеты Земля. Вопрос, сколько сейчас есть человек на планете Земля, да? Ну, нету еще девяти, у нас даже еще, в общем-то, восьми нет, да? Он уже мечтает о том, что он будет выступать на, вот, на таком событии, где будет девять миллиардов, вот, прям включены. И я подумала о нашем форуме, вот, представьте, у нас там несколько тысяч человек уже будет на форуме, представьте, возможности какие, да, мечта. То есть у вас есть мечта, она должна быть большая. И самое главное, эта мечта должна быть соединенная с позитивной энергией, понимаете, с радостью. Позитивная энергия делится на две вещи, эмоциональная и физическая. Физика — это движение, обливание, отжимание, и наши биологические добавки. То есть физика вот эта вот, вот, его должно быть много. И не менее много должна быть эмоциональная составляющая. Для меня это музыка. То есть у меня дома звучали колонки, они мне постоянно орут, спасибо соседям, что они жалуются. Но орет лорофобиан, то есть на полную-полную громкость. Это может быть я, не это оркестр. Это может быть разное, то, что поведет вас, там, 80-е, музыка 80-е, может быть, кто постарше, да? То есть то, что это вам греет, то есть вам каждый день. Вот сейчас я это делаю то же самое, когда провожу встречу. Перед тем, как эти встречи, или, допустим, я кого-то набираю звонить, да, мне надо что-то поговорить. Мне надо поднять свой ресурс, внутренний ресурс, внутренний. Мне надо поднять себя. Как? У меня опять звучит музыка. Можно вышивать, ну, я делала мыло, можно делать все, что угодно. Но наши продукты коралловые, и вот эта штука, она соединяется, и вас все равно поднимает. И вы становитесь чемпионами, потому что вы должны зарядиться. Поэтому и называется семинар «Заряди волну». Когда вы заряжаетесь, ваша мечта сбывается. Спасибо всем большое и всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!